Добрый день! Вас витает служба информации телерадою компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Сегодня у Гомеля отбылась презентация компании программы развития ААН «Инклюзивная Беларусь. Меты устойливого развития для всех». У Сустречи приняли удел представники мясовых уладов, социальные сферы, громадских объединений, фондов, а так само журналисты. «Инклюзивная Беларусь» протяг минулогоднего проекта «Экспресс-ААН-70». «Инклюзия» – это включение у активное громадское життя у всех категорий насельства. Сюда можно отнести инвалидов, хворых на ВИЧ, беженцев, мигрантов, особные категории детей и женщин. Компания «Инклюзивная Беларусь» с 24-го кастричника по 18-го листопада наведает 12 городов Беларуси, Утымлику и Угомельской области. 5-го листопада мероприемства пройдуть у Светлогорску, 11-го Угомеле. Будет такой, как один день кампании в регионе. По сути, один день – один город. То есть мероприятия, которые будут дублироваться в различных городах и, естественно, будут иметь какую-то местную изюминку. То есть это будут выставки, которые подготовили агентство ООН в сотрудничестве с неправительственными организациями. Какие-то семинары, воркшопы, конференции. В управлении ДАИ Гомельской области сегодня отбылась рабочая нарада. Удел ее принял начальник ДАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. Ее назначали в Республиканскую Державтоинспекцию на при конце маях этого года. И основная мета приезда – узнаемство с работой подразделения, оценка стану дорожного руха в регионе. А кроме того, подчас нарады были поставлены задачи на будущее. Одна из главных – дальнейшее снижение колькости потерпелых и загину в шаху выник у ДТЗ. Наша основная задача – это совместно с другими заинтересованными службами создать такие условия, при которых водителям было бы неудобно нарушать правила дорожного движения. Ведь не сама цель составить большое количество протоколов, вынести большое количество штрафных санкций. Сегодня нужно создать и поучаствовать в создании таких условий, где это будет сделать невозможным. Это корректировка, организация дорожного движения – вот это основное. Подчас нарады и подяки от керавництва Держа Алтой Инспекции отримали батьки левших супрацовников областного управления. А кроме того, двум инспекторам присвоены черговые специальные звания. Гомель рыхтуется отзначить 874 день народжения. В областный центр начали пребывать официальные делегации из городов по братимам и творческие коллективы. Мясовые же хоры завершаются поучние приготовления для встречи гостей. Святочные мероприемства в городе над Сожем распочнутся уже завтра, 16 вересня. Как вядомо, селета День города супадая с проведением международного фестиваля ухарографичного мастатства «Сожский карагод». Старт конкурсной программы будет даден и у 10 годин ранницы у городским центру культуры. А у 20 годин на центральном стадионе Гомеля отбудется феерычное шоу под назвой «Живое танцевое полотно, сплетая фестиваль». Врачистая церемония открытия Дня города запланована на 11 годин ранницы 17 вересня. Удельники театрализованного шестя пройдут по площади Мя Ленина. Большая колькость святочных мероприемств будет сконцентрована на улицах центральной частки города, а леуласные программы рыхтуют и районы. Сирот самых значных святочных падей – концерт Московского державного академичного театра танцу «Гжель». Великая концертная программа будет организована при подтримце телерадиокомпании «Гомель» на площади Мя Ленина. Початоку – 18 годин. На набережной «Сожа» пройдет фестиваль театров «Агню». Финальной кропкой святкования станет видовищный фейерверк, який осветит ночное небо у пяти кропках города. На сегодня уже известны те города, которые подтвердили свое пребывание. Это Сербия, это Грузия, это Соломинский район Киева, это, безусловно, наш Брест, Гродно, Витебск, это Россия, это у Чернигов. И я думаю, что заявки еще какие-то будут подтверждаться. Безусловно, все делегации принимают участие в официальных мероприятиях, но могу сказать о том, что помимо официальных мероприятий на всех площадках, и это будет интересно жителям, будут принимать участие и наши конкурсанты, представители Сожского хоровода, потому что мы хотим не только представлять их на закрытой площадке в городском центре культуры, а я не отметила о том, что в субботу у нас в 10 часов состоится также второй конкурсный день, будет представлена современная хореография, и мы всех жителей города Гомеля приглашаем опять-таки в 16.00 в городской центр культуры, когда будут проводиться бесплатно мастер-классы с участием известнейших хореографов Республики Беларусь. Сегодня у Беларуси означается День библиотек. У Гомельской областной универсальной библиотеки завершаются опошни прихотований до Библия ночи. Сегодня у 21.00 тут стартует масштабное свято под названием «Литературный дележанс». Подобное мероприемство у областной универсальной библиотеки пройдет четвертый раз. Программу распроцовывали всем коллективам. На протягу трех-один удельники смогут наведать разностайные выставы, сустреться с героями знакомитых романов, сгулять у литературным казино. А так само поглядеть на фейерверк с комедийных спектаклях у постановцы Народного аматорского театра областной библиотеки и поспробовать ежусь в меню литературных героев. Литературный дележанс будут супроводжать живая музыка и танцы народа в свету. «Приглашаем читателей попутешествовать по разным странам, познакомиться с разными героями. И для этого создаем, естественно, антураж, такую обстановку, приближенную к тем странам, где они побывают. Допустим, в отделе литературы на иностранных языках у нас площадка будет посвящена произведению Жюля Верна «Вокруг света» за 80 дней. Там мистер Фокк, главный герой, вот он будет на этой площадке главным и там будут путешествия по пяти странам». Биомеханичные скульптуры у фантастичном свете Сергея Парцянкова до дня города презентуя картинная галерея Вашчанки. Лауреат французской премии Тейлора представил 25 работ с металлу, вырабленных в уникальной аутерской технице. На открытии выставы побывала Ганна Каральчук. Гамельчанин Сергей Парцянков немаема статской адукации, але его металличные скульптуры вядомы далекой замежами родного города. За 10 годов незвучайное хобби Сергея Парцянкова стало основным занятком. Международное признание произошло в минулом году, после отримания премии Тейлора. По словам скульптора, его жизнь совсем не изменилась, але звание дало мотивацию и новые силы для працы. Теперь Сергей Парцянков практически целком присвятил себе творчасти. Пошук незвычайных материалов и реализация смелых задумок займают шмач часу. Зараз аутер якраз працює над новым проектом. Все, що я делаю, це з того, що я имею. Це художник може взяти кисточку, краски і там где-то щось зробити, а я тільки з того металла, який у мене є. Це всевозможні коси, це всевозможні труби, це всевозможні мосполки. Це все, що я нахожу на блаженних рейнках, що приносять мені друзі. Короче, все, що отжило свій век, находит у мене вторую жизнь. Персонажу з металлу – популярна тема з часу з'явлення на екранах, стужок «Терминатор» і «Матрица». Механічні істоты часто з'являються і у комп'ютерних гульнях. Але махчимай стать побач з металічним героем значно більш враживе, чим бачить його у кіно. Непадробна цікавоць вістава викликає у дзятсей і падлетків. Мені все очень понравилось, все так необычно. Що-то смішно, що-то страшно, що-то весело. Так що я б тож хотів научиться все це таке запретати, скручувати. Ганна Каральчук, Валерій Гапанько, телерадова компанія «Гомель». У «Гомельським гарвиканками» ушановалі команду хакейного клуба «Гомель». Йон завоевав бронзу чемпіонату Беларусі 2016-го года по хакей на траве сьрод мужчинських команд. «Гомельський клуб по хакей на траве» – так гучыць офіційная назва команды. Яна дебютувала у чемпіонаті країны у 2012-м годі. І тады адразу заняла треція місцца. Все літа спортсмены паутарылі сваю досягнення. Па час рачыстай церемоні гульцамі трэнерам уручылі медалі. Як азначаюць ў команде, гэта бронза з золотым адлівам. Хакейный клуб «Гомель» – команда аматорская, а сапернічаць приходіцца з профісіоналами. Дарэчы, распачаўся чарговы чемпіонат. І гомельчані разлічываць як мінімум адстояць трецію пазіцію. Задачі те жа – попадаць в тройку призёров, потому шо це даёт право іграць на міжнародной арене, представляць страну. А сложно, сложно, скажу так, що є профісіональні клубы, наш клуб імеет статус любительский. Естественно, соревнуватися з профісіональними спортсменами, которые на контрактах, с ними очень сложно, тім боле, шо ў нас ребяты все молодые, они представляют юношескі, юношескі, сборные наші. Гэта, а так сама інша, навіны вы можете знайсті на нашым сайті у інтернеті. Па адрэсі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завіршэны у студы працавала Наталі Ігнатєнка. Мы сочым з развіцем падзею гомілію в області, заставайтеся з нами.